Добрый вечер. Все, что на этой неделе происходило в Риотове в выпуске городских новостей. В студии Юлия Абдулаева и о некоторых темах выпуска коротко. Сложный выбор. Через месяц всем жителям Подмосковья придется выбирать членов законодательного собрания. В короткий век хрущевки, почему люди не хотят переезжать в новостройки. В молодежный центр проекта и реальность возведем нулевой цикл нового здания. Собрать автомат первым и попасть точно в цель. В третьей школе прошли соревнования до призывников. Теперь об этих и других событиях недели подробнее. С сегодняшнего дня в Подмосковье, равно как еще в нескольких регионах России, стартует предвыборная кампания. Выборы в Московскую областную думу пройдут по партийным спискам и станут последними, в которых действует порог явки избирателей – 20%. О том, как будут организованы выборы, наши корреспонденты поинтересовались в Риотовском избиркоме. В Риотовской избирательной комиссии сейчас самое напряженное время. Прием документов завершился. Теперь нужно проверить весь пакет, обучить особенностям работы на выборах, определить рабочее место каждого из почти 300 человек. Дефицита в людях нет, говорит Жанна Ваян. Главное – обеспечить порог явки. Это последние выборы, где он действует и составляет 20%. Для того, чтобы явку обеспечить, в городе постараются сделать все возможное. Участки максимально приближены к месту жительства наших избирателей. Их 40 участков. Расположены они в удобных помещениях, преимущественно это школы, где избиратель может прийти и в свободном фойе, где не будет толчи, где будет оборудовано удобное место для того, чтобы проголосовать, это кабинки для тайного голосования. Тем, кто не сможет прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, помогут проголосовать выездные бригады. Для этого нужно написать заявление или в устном виде уведомить комиссию участковую или нашу комиссию, муниципальную комиссию избирательного города Реутов, о том, что в день голосования вы не сможете явиться на свой избирательный участок и просите учесть это. До срочного голосования на выборах Мособлдуму не будет. Проголосовать можно по открепительным удостоверениям в любом избирательном участке, но только в пределах Московской области. Даже в нашем городе, но не сможет голосовать на своем участке, а сможет голосовать на участке, который расположен в другой части города, то он может прийти, получить открепительное удостоверение. Открепительное удостоверение сейчас выдают в избирательной комиссии. Каждый день с 9 до 8 вечера, включая субботу и воскресенье. С 19 февраля, после того, как заработают участковые избирательные комиссии, получить открепительный листок можно будет там. Каким должно быть комплексное благоустройство в Реутове? Ответ на этот вопрос совместными силами искали на совещании, которое провел глава города Александр Ходорев. Тротуары в плитке, фасады в керамограните. Главное, единая концепция благоустройства, считает глава города. Еще один важный элемент – реклама, в том числе световая и социальная, привлечет клиентов в Реутовские магазины и благоустройство прилежащей к ним территории. Вазы должны стоять вообще у каждого магазина. Но вазы у магазина сделаешь тогда, когда мы начертим. Мы когда сделаем паспорт хотя бы одного и скажем, где его купить, в руки раздаешь под расписку с ценой, с материалом или не с материалом, а где его купить, и раздаешь. И что мы хотим, тогда будет нормально. Реутов должен быть европейским городом. Это произойдет только тогда, когда будет разработана система и действовать она будет относительно каждого уголка. Провести паспортизацию объектов благоустройства и предъявить предложение. Такие поручения Александр Ходорев дает руководителям подразделений. Реутов будет европейским городом, если не останется ни одной, двух или трех этажки. Эта задача обозначена в городской программе ликвидации ветхого и аварийного жилья, которую в Реутове реализуют уже несколько лет. Однако переселяться, пусть из ветхого, но родного жилья хотят далеко не все. В чем причина, выяснял Тимур Маматказин. Больше 20 лет в одной квартире. Александр Иванович, говорит, со своей старушкой расставаться не хочет. А ведь в новостройке по соседству предлагают квартиру не меньшей, а даже большей площади. Он уверен, в хрущевке 1954 года постройки жить надежнее и лучше. Свеже смотрится, но уже сыпется все. И трещина. Ну, дом осадку дает. Вот вверху где-то прорвало. И до 10 этажа далили, пока не перекрыли. В новую квартиру Наталья переселяться тоже не спешит. И пусть все соседи уже переехали, она даже чемодан еще не паковала. Все жалуются, что там плохо построено, все отваливается, сантехника течет, то есть строили люди непрофессиональные. Поэтому, как бы, кто этой ситуации рад? Вот сейчас я встречаю людей, которые, они говорят, что стены все кривые, там штукатурка отваливается. Все это досужий разговор, никакого основания для них нет, уверяет комендант пресловутой новостройки. Когда я был на Новый 1, посмотрел условия, какие у них там, да, и какие здесь условия, это, конечно, море целью. Я считаю, что дом нормальный. Вот вы видите, вот в комнате находитесь, это тоже муниципальная квартира. Вот, посмотрите, какое качество здесь. Чтобы не быть голословным, комендант дома представляет список уже переехавших жильцов. В этой однокомнатной квартире теперь проживают отец и сын Козловы. Все чисто и аккуратно, никаких следов осыпавшейся штукатурки или протекающей сантехники. Евгений Федорович говорит, квартира на Новый была неплохой, но это лучше. Хороший дом был, теплый. Ну, разумеется, с этой квартирой не сравнить. Здесь и шире, и больше, и гораздо приятнее. Хрущевка на улице Новый, по словам жильцов, станет историей уже к концу февраля. Вместе с ней уйдут в прошлые воспоминания о старом и ветхом жилье. Точно так же, как и этот дом по улице Новогиреевской. Сегодня утром его снесли. Еще один аспект благоустройства. Количество ракушек в Реутве должно уменьшиться. Борьба с ними началась еще несколько месяцев назад. За это время вывезли за территорию города больше 30 гаражей. Для того, чтобы получить их обратно, владельцам нужно предъявить официальное разрешение. Но меньше ракушек не становится. В городе стихийно появляются новые укрытия для автомобилей. В неделю регистрируют в среднем по три случая незаконной установки ракушек. Эта ракушка появилась во дворе дома номер 2 по улице Гагарина несколько дней назад. Судя по размерам, 2,5 на 5 с лишним метров, она больше тянет на гараж. Только незаконны. Его владелец свою вину отрицать не стал, говорит специалист отдела административно-технического надзора по городу Риотову Анатолий Симонов. Он сказал, что он постарается получить разрешение. И согласился оплатить штраф, который устанавливает закон о Московской области номер 161-2004 АЗ за то нарушение, которое он в данный момент совершает. На активные действия нарушителя, скорее всего, сподвигла соседняя ракушка. Она расположена там, где под землей не проходят газы и трубопроводы. Это место для установки гаража подходит. С единственной разницей. У ее хозяина официальное разрешение с 1998 года. В принципе, вот здесь стоят машины. Видимо, здесь был выделен участок для стоянки машин. Но он своей ракушкой. Тут можно было установить больше машин. Но на сегодняшний день место кому-то он уже закрыл для установки. Поэтому машины устанавливаются под окнами жилых зданий. В городском отделе АТН уже составили документы на нарушителя. Фотография с места установки ракушки. Акт осмотра территории. Протоколы постановления с официальной мерой наказания. Назначить административное наказание в виде штрафа в размере 20 минимальных размеров оплаты труда. 2000 рублей. Установлено ему наказание. Если в течение месяца получить разрешение на установку ракушки владельцу не удастся, представители жилсервиса разберут и вывезут ее за пределы города. Во дворах много ракушек. И порой машины оставляют риотовчане прямо на проезжей части. Правда, и здесь существуют правила, которые большинство нарушают. Они были приняты в Риотове еще два года назад. После этого в график изменения и дополнения не вносили. Рейд по выявлению незаконно послужных автолюбителей организовали сотрудники Государственного административно-технического надзора. В четные дни парковать автомобиль можно только на четной стороне дороги. По нечетным все с точностью да наоборот. Водители такие счеты с правилами зимней парковки игнорируют. Это создает проблемы для проезда снегоуборочной техники. Проспект Мира – самый проблемный район. По госномерам неправильно припаркованных машин сотрудники АТН установят владельцев и выпишут им административные штрафы в размере 2,5 тысяч рублей. Началось возведение нового здания молодежного центра. Сейчас строительство на нулевом цикле. Напомню, ровно год назад здание было снесено. Каким будет новый центр, выясняли наши корреспонденты. Это индивидуальный проект молодежного центра. Его общая площадь, согласно плану, 6 тысяч квадратных метров. Кинотеатр на 500 мест, муниципальный театр, танцевальные залы, кружки и спортивные секции. В зале свет, звук, все, что нужно для создания современных шоу. Пока это планы, но очень уж грандиозные. Таких зданий еще не строилось. Здесь довольно-таки видно даже по фасадам. Такое довольно-таки специфическое здание будет. Обреченные конструкции, фасад вентилируемый. Зенитный фонарь, металлический, много стекла достаточно. Главный фундамент, а дальше работа проще пойдет. Нулевой цикл уже возвели. В ближайшие 2-3 недели появятся металлический каркас и перегородки. Чтобы здание обрело завершенный вид, потребуется еще год. Уже в начале 2008-го, надеется заместитель главы администрации Реутова, Владимир Покамент, состоится открытие молодежно-культурного центра. Все будет планироваться от финансовых средств. Если главой города Александр Николаевичем будут выделены те средства для завершения строительства, то в принципе в следующем году его можно сдать. Хотя в это трудно поверить. Цементное основание только снегом припорошило. О том, что через год точно так же припорошит торжественную красную ленту, на открытии сейчас не мечтает. Над этим работают. 65-й годовщиной битвы под Москвой поздравил ветеранов глава администрации Реутова Александр Ходорев. Участникам этих исторических событий в конференц-зале администрации вручили юбилейные медали, пожелали здоровья и благополучия. Из 54 ветеранов пришли чуть меньше половины. Для такого важного дела собрали последние силы. У немолодых защитников столицы сейчас главная проблема, как получить юбилейные 500 рублей. Глава города Александр Ходорев обещает сделать жизнь ветеранов максимально комфортной и стабильной. Благодаря за то, что отстояли Москву. Я преклоняюсь перед вами за тот подвиг, который совершили вы, сделали вы. Тем более, мы сегодня, к сожалению, не все пришли, те, кто удостоен этой памятной медали. Будущие защитники Отечества в школе номер 3 соревновались в силе и ловкости. Ученики старших классов стреляли, собирали на время автоматы и демонстрировали спортивную подготовку к армии. Подробности у Ирины Романовой. Школы! Смерть! Равнение на середину! Соревнования открывают торжественно, по-военному. Такие навыки строевой подготовки в школах редкость. Среди учителей в основном одни женщины. Они с военной службой незнакомы. Видимо, поэтому дисциплина в строю хромает. Впрочем, организаторы соревнований уверяют, что готовить не солдат, а мужчин. Поэтому и требования немного отличаются от армейских. Мы должны видеть, что ребята, которые заканчивают сейчас наше среднее общеобразовательное учреждение, действительно достаточно хорошо подготовлены физически. То, что они крепки, они готовы к взрослой жизни. Может быть, кто-то из них попадет в армию. Они должны туда попасть и действительно должны там себя чувствовать сильным человеком. Силы проверяют на практике. Первое испытание – подтягивание. Мужская рука крепка, но это, видимо, только впереди. Большинству ребят удается дотянуться до перекладины всего 6-7 раз. Сегодня товарищ наш, обожечник, заставил с утра подтягиваться. Поэтому мы выдохлись вообще просто без сил. Совсем сил не осталось, но Саша Гвоздев не унывает. В современном мире главное – головой работать. Я хочу дальше учиться, потом работать. Но, на мой взгляд, два года в армии – это потерянное время. Для меня лично. Команда конкурентов уже военную форму примерила. С офицером дивизии отрабатывают строевую подготовку. Оттачивают шаг. Сегодня это тоже часть испытаний. Прямо шаги. Раз, два, три. Раз, два, три. В этом классе самый сложный и интересный для мальчишек этап соревнований. Руки трясутся, мысли путаются. Все-таки не каждый день приходится боевое оружие в руках держать. Да еще и собирать и разбирать автомат на скорость. Ну, конечно, путаются ребята еще, как бы, с непривычки-то. Для рядового Ярослава Зыкова это не испытание. Уложиться в армейский норматив 12-17 секунд проще простого. А там руки сами делают. Когда его каждый день разбираешь и собираешь, и там даже закрытыми глазами его разбираешь уже. Научиться можно всему. Это главное, что должны усвоить сегодня мальчишки, чтобы совсем скоро стать настоящими мужчинами. А кубы команде-победителю – это только стимул. Всероссийская акция «Я гражданин России» дошла до Риотова. В школе номер 6 прошел городской конкурс детских социальных проектов. На этот раз их представили 4 школы. Все это серьезные исследовательские труды, которые достойны участия в областном этапе. Но победить может только один. Будущее России и мира за молодым и здоровым поколением. Ступеньки здоровья. Так называется социальный проект гимназистов. За 5 месяцев ребята по горячей линии областного министерства социального развития узнали о мерах по профилактике безнадзорности. В городском управлении образования определили количество действующих программ по работе с детьми-сиротами. Данные о брошенных детях уточнили в отделе по опеке и попечительству. В социально-реабилитационном центре «Дом детства» организовали занятия по ритмике и танцам. Даже социологический опрос на улицах Москвы и Риотова провели. Выяснилось, что большинство людей в возрасте от 35 до 45 лет не готовы взять на воспитание детей-сирот. Есть и практическая польза проекта. У нас один из родителей, одного из участников проекта готов взять ребенка в семью. Он выразил свое желание. И сейчас оформляются документы на то, чтобы оформить опеку этого ребенка. Актуальность темы, изложение фактов и практическая польза не вызывают сомнения даже у конкурентов. На вопросы гимназисты отвечают аргументированно и уверенно. Проекты других школ не менее содержательные и интересные. В ходе устной презентации ребята дают нам возможность посмотреть, насколько они знают содержание своей выбранной проблемы, насколько они могут представить пути своей решения. Они показали практическую значимость своего проекта. Оценив содержание, объем, компетентность, эстетическое выполнение работы и взаимодействие с общественными организациями и органами власти, экспертная группа определит лучшую работу. В апреле она представит Риотов на областном этапе акции. Но здесь говорят, победа уже в том, что у каждого участника есть активная жизненная позиция. С 1 апреля число иностранцев в столичных и подмосковных торговых учреждениях уменьшится в разы. Это постановление правительства было подписано в ноябре прошлого года. О том, как его будут притворять жизнь, обсуждали на этой неделе на совещании в Риотовской администрации. В палатках и учреждениях розничной торговли 0%, на рынках 0%, в фармацевтических учреждениях 0%. Александр Семенов оглашает весь список. С 1 апреля иностранцы смогут работать только в крупных торговых центрах или комплексах, даже если у них есть регистрация и разрешение на работу. В магазине вы не имеете права работника держать по рабочей карте кассиром, кассиром продавцом, продавцом продовольствием. То есть он не должен ни за кассой, ни за продавцом. Фасовщики, уборщики, подсобные рабочие. Теперь иностранцам в сфере российской торговли доступны только эти специальности. За нарушение работодатель должен будет заплатить штраф от 45 тысяч до миллиона рублей. По рядам шепот, что же будет после 1 апреля? Некоторые даже решаются высказать опасения вслух. Женщины пожилые и так далее, может уедут туда к себе, на Украину, на Молдавию, в Азербайджан и так далее. А молодежь, те, которые работают, они не уедут отсюда. Они уже попробовали здесь жить. Они вот хлынут туда на улицу, они будут грабить и прочие дела. Я не пугаю, но просто все, наверное, с этим столкнутся. То, что подорожание продуктов будет однозначно, потому что и в магазинах и прочее вынуждены будут брать местных жителей. А это значит, зарплаты выше, да и очереди из местных желающих торговать на рынках не стоят. И тем не менее, бизнесменам сегодня рекомендуют начать оформление разрешений на торговлю для иностранных рабочих. В Подмосковье ажиотаж. Работают всего два пункта. Чтобы разрешение получить в марте, надо было документы подавать еще в декабре. В Подмосковье многодетным семьям частично компенсируют оплату коммунальных услуг, сообщает сайт областного правительства. Уже принято соответствующее постановление. Эта мера соцподдержки предоставляется в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 50% оплаты коммунальных услуг. Решение о предоставлении льготы или отказе принимают в территориальном отделении Министерства социальной защиты населения. Станет ли это реальной поддержкой для многодетных семей, попыталась выяснить наша съемочная группа. Чтобы дома водились деньги, нужно с утра попросить об этом денежную лягушку. Профессиональная мама Майя Николаевна делает это каждый раз после того, как приходит квитанция на оплату коммунальных услуг. Шесть человек, почти пять тысяч, без копеек. Плюс телефон. Значит, с этого месяца он уже дорожает. Соответственно, это было 200, плюс вот эти все междугородние, там какие-то сотовые телефоны. Но это получается где-то 350 рублей. То, что нагорит свет, еще 200 рублей. Ну, вот примерно где-то, ну вот, порядка пяти с половиной, шести тысяч. Плюс оплата детского сада теперь для многодетных. Она тоже нельготное лекарство для дедушки. Он только инфаркт перенес. Проезд для мужа он в столице работает. Всего не перечесть. Но самая главная статья расходов – еда. Без фруктов, без молочных продуктов невозможно, конечно. Потому что, если фрукты не давать детям в такое время, это будет авентаминоз. Дети будут болеть – все, беда. Будут чесаться, шелушиться кожа будет. На еду, конечно, уходит основная сумма денег. В детской еще один холодильник. В многодетной семье одного на кухне не хватает. Все остальное пространство занято вещами, игрушками и кроватями. Люстру долго подбирали. Вот эти звездочки сидели, вырезали. Я их вырезала. И муж клеил. А муж клеил, да. Здесь спят Танечка, Настя и Виталик. Здесь же делают уроки. Хорошо бы расшириться, дети растут. Но квартиру большей площади не потянуть. В прошлом году экономили. Льгота была по трем пунктам. В размере 30%. Всего около 800 рублей. В этом году большую часть покрывает субсидии. Ее семье Зимбулатовых оформили как малообеспеченной. Если эти 50% будут на все, в том числе и на ЖКХ, и на все, то это будет очень хорошо. Тогда, как говорится, мне не придется бегать, собирать лишние справки, бумажки, кланяться. Что дайте мне за ради Бога. И также многим другим семьям. Я понимаю, что у меня их трое детей. А у кого-то их 5, у кого-то их 12. Месяц назад в семье Зимбулатовых появился четвертый ребенок. Собака Грейси – любимица семьи. Хотя все мечтают о совсем другом малыше. Я была беременна, но сделала аборт. Потому что я не решилась, поскольку наша законодательная база еще как таковое это все не утрясла. И еще пока неизвестно, что будет. А в связи с тем, что нам сначала с Нового года одно отменили, второе, третье, я думаю, нет. Значит, еще не настало нам время. Когда настанет время, не знают. Может быть, после реального предоставления льготы по оплате коммунальных услуг. Пока Майя Николаевна, она кажется чем-то из ряда фантастических. Как эти подарки, которые детям приносит Дед Мороз по мере своих финансовых возможностей. Горячую линию открыли в Риотове для мам. По ней можно узнать все о материнском капитале. Напомню, 250 тысяч полагаются женщинам, родившим второго и последующих детей. По телефону 791-8136 специалисты Риотовского управления Пенсионного фонда России ответят на вопросы относительно получения материнского капитала. Какие документы необходимо предоставить и в какой срок. По этому же телефону дадут консультации по всем другим вопросам пенсионного законодательства. Коньковый бум продолжается. Новые катки появились в Риотове. Теперь практически в каждом микрорайоне он свой. Все подробности в следующем сюжете. Это последний из катков, которые начали заливать на прошлой неделе. Скололи все ненужное, утрамбовали подушку, залили первые два слоя, установили лавочки. И снова потепление. Погода помешала завершить начатое. Чтобы продолжить, ждут, пока похолодает. Лед заливается, очищается площадочка. Чтобы люди даже понимали, утрамбовывается. Делается несколько слоев заливки водой, чтобы была какая-то подушка. Потом надо этот лед наращивать. Не так, как мне звонят и говорят. Вот я лед хочу, каток завтра, там каток хочу, понимаете. Это очень большая работа, и все могут это делать. Тем, кто может, работу оплачивают. Всего на создание катков в Риотовских дворах выделили 70 тысяч рублей. Немного за то, сколько удовольствия. Днем на этом самом посещаемом в Риотове катке никого. Вечерами, когда свободно, уже после уроков, каток вообще полностью. И маленькие, и школьники, и взрослые даже. Я вот вчера, например, гуляла с ребенком, видела. Залить каток в каждом дворе невозможно, уверяют сотрудники Риотовского спорткомитета. Зато в следующем году традицию создания ледовых стадионов в школьных дворах продолжат. В этом главная задача не только залить, но и ухаживать за катками. Сегодня их заметно припорошило снегом. Федеральный проект мини-футбол в школы реализуется и в Риотове. На этой неделе состоялся второй этап турнира соревнования между школами. Игра получилась напряженной и интересной, ведь на кону участие в зональных и финальных играх. Подробности футбольных баталий у Натальи Ушаковой. Свисток судей открывает первую игру чемпионата. Команды противники из второй и пятой школ начинают массированную атаку ворот. Учитывая размеры поля, число игроков решили сократить до четырех вместо обычных шести. На скамье запасных самые активные болельщики. Как и в большом футболе, здесь главное забить как можно больше голов. По олимпийской системе у проигравших практически нет шансов выйти на поле в этом чемпионате. Футбол популярен не только в школе, он популярен в городе, да наверное во всем мире популярен. И чтобы придать более широкую огласку, чтобы как-то вовлечь больше ребят в спорт, мы решили организовать и провести вот такой турнир. Два тайма по 10 минут пролетают незаметно. На поле следующие претенденты на лидерство команды из первой школы и лицея. Умело выстроенные маневры нападающих из первой школы рвут линию защиты лицеистов. От гола спасает только профессионализм вратаря. Максим Никиткин уже почти год на воротах. Удача приносит форма Акинфеева и быстрота реакции. Даже эти данные сегодня победу команде не принесли. Счет 4-3 не в пользу лицеистов. Очень хороший настрой у команды был. У нас были тренировки, каждый раз пищал команду. Но настрой был у нас хороший, мы когда сюда шли, шли за победу. Следующий зональный этап турнира пройдет в Риотове 18 февраля. Его победители встретятся в финале 4 марта. Он пройдет в подмосковном Щелково. И это были все самые заметные события уходящей недели о том, как будут развиваться события в Риотове. Вы можете узнать ежедневно по будням из выпусков городских новостей. Они выходят в эфир в 19.20 и 21.30. Все подробности происходящего также на нашем сайте в интернете. Удачных выходных и до встречи в понедельник.